приветствую всех всем мир всем доброе утро добрый день добрый вечер доброй ночи всем привет всем мир всем привет это канал верующего христианина меня зовут дима мне 39 лет я живу в далекой деревне с женой с тремя детьми с огромным количеством собак и кошек и другими животными я живу именно в деревне в скромном участном доме по волейболе в далекой деревне никогда не жил деревне даже дач никогда не было вообще не в курсе вот дело в том что я некоторые могут подумать но дело в том что мне никогда не было и нет автомобиля даже нет прав у меня нет никаких сбережений половина собак мы взяли с улицы и не потому что у нас очень много места или очень много еды или какой-то избыток нет господь говорит вот дам детку дам и на детку понимаете да как некоторые почему делают аборт я не потяну там бла-бла-бла я от него не буду рожать там и так далее вот вообще конечно заявляю что аборт конечно это убийство вот вы не знаете какой какой прекрасное дело принесет этот человек который должен был родиться миру вот поэтому не знаете плана господа на каждую человек поэтому нельзя соваться и в плана господа вот у вас каждый из своя воля но за эту волю вы будете конечно отвечать и платить поэтому господь прощает любого человека лишь было покаяние он господь мгновенно прощает от любого убийства от любого оборта от любого самого страшного греха хоть вы будьте сам последний маньяк вот в любом месте можно быстренько покаяться искренне искренне с твердым намерен больше не грешить и господь тут же молниеносно вас простит для этого не нужны никакие посредники вообще сам процесс покаяния это таинство таинство между двух две личности вы и бог а свидетель тому ангелы в том числе кстати без тоже свидетели им от не нравится они будут препятствовать всяческих покаяния не откладывать покаяние на потом свидетель тому дух святой ангелы ну вот вы каетесь принимайте иисуса христа своим господным спасителем и все и ваши грехи тут же прощаются нечистые духи вас будут обманывать впоследствии будут вас обманывать ты что думаешь тебя господь простил ты что думаешь тебе так легко это отделаешься это все бесовские сказки бесовские гипнозы бесовские уловки не поддавайтесь на их провокации ни в коем случае не ассоциируйте себя после покаяния с тем грешником прокат которым вы были вы после покаяния новые творения и вы вообще туда мысленно ни в коем случае не возвращайтесь вот вы представляете вы постоянно например вы на 12 лет назад были на поминках да и ели пищу около гроба но не знаю как там вот и в каждый прием пищи в туда мысленно возвращать что же с этим с этим будет казалось бы факт такой да но все что было то прошло встали забыли вот это конечно ни в коем случае осуждать нельзя из ассоциировать себя с прошлым человеком нельзя вот если вы вышли после покаяния и напрочь забыли об этом и идете ведете себя уверенно себя любите это означает то что вы нелегкомысленно отнеслись к покаянию это значит что вы поверили в божью любовь божье прощение если вы не поверь если вы продолжаете себя осуждать за грех которую покаялись господь смотрит на вас и думает и говорит я с тебя просил ты почему себя не прощаешь ты других не сможешь прощать в общем поверьте в божье прощение поверьте просите сами себя и будьте прощать других а мы не любим грех но мы любим человека она а грех проявляется в основном через человека план дьявола чтобы грех проявлялся через божье через людей до грех проявлялся через людей именно не через животного вошел грех в мир не через насекомых не через реку не через воду не 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 через что-либо другой а именно конкретность через человека поэтому господа был еще такой план и есть такой план чтобы бывшие грешники блудные сыны и девы и дочери обратились приняли иисуса христа стали новым творением и теперь их устами будет говорить дух святой из чрева их потекут реки воды живой обратно они соединятся с богом через жертву иисуса христа через принятие иисуса христа по-другому с богом соединиться невозможно все эти первородные грехи все равно тянутся поэтому многие люди до сих пор пытаются принести какую-то жертву богу как-то его манипулировать им как-то его обратить на себя внимание но они не понимают что за нас уже оплачена абсолютная цена на кресте иисусом христом от нас нужна только вера об этом иисус и говорит в евангелии об этом я и проповеду об этом я и записал аж на ютубе аж 550 видео 550 видео и все об иисусе христе а все о божьих чудесах о божьих исцелениях сам я не маг нецелительный экстрасенс не гипнотизер сам я ничем не торгую ничего не продаю у меня нет никаких платных контентов я скидываю в своих комментариях ссылку на свой телеграм там в телеграме есть чаты для общения пишите в любое время дня и ночи любые истории духовные истории любые вопросы которые у вас возникают молитвенные нужды я как только освобожусь сразу же за вас помолюсь либо письменно либо аудио запишу это не имеет значения никакого и мой ответ на вашу просьбу на вашу молитву не подразумевает никакой финансовой благодарности нет у меня никакой корысти как многие думают нет у меня никакой корысти для того чтобы вот вам ответить так далее я не малькулирует не интересно вот многие люди задают вопрос горит ответить честно зачем тебе это нужно вы понимаете эти люди плоские живут в миру плоский в пола в плане с плоским мышлением и они не понимают что есть высшая цель как только мы принимаем иисуса христа своим господом спасителем как только мы каемся мы уже новые творения и у нас же нет его вот этих корыстных мирских целей а вот они по себе судят поэтому им очень тяжеловато понять они ни в коем случае не верят что это но просто служение людям ну а служа людям конечно помогаешь себе я получаю большое удовольствие когда люди каются когда люди освобождаются когда люди исцеляются когда из людей исходят бесы когда люди изменяют свою жизнь после покаяния чтобы потом них без и опять не вошли это мне очень нравится не заставляет большое удовольствие а вот что я еще не сказал я очень представляю всегда в начале потому что это очень важно многие люди а вот христиане не представляется поэтому они сразу же сходу у них даже в описании это не даже сходу начинает полить что-то там мучить что там говорить а я не понимаю а кто вы такой сколько вам лет если у вас жена дети это очень важно для меня это очень важно понимать кто что-то человеку вот мне нравится вот я там например там я бывший например преступники не про себя говорю к примеру он там а сидел 40 лет все в тюрьме вот так так то у меня был женат меня ушла потом я 40 лет сел тиму вот это вот это потом опять вот так все очень важно и вот на этой личной истории потом какие чудеса с ним случается ну как господь его освободил от наркотиков от преступлений потом как его водил по разным сектам это очень интересно он просто полчат по себя рассказывать и благодаря таким личным свидетельствам искренне простым я вот уверовал мне очень нравится такие судить сми они укрепляют а когда все что там вылизанные вычисленные как в новостях непонятно вообще какие-то слова говорят какие-то все блаженство какие-то все эйфории какая-то а меня дух святой ведет и а чувств и конечно святой есть каждый дух святой ведет вот это все когда начинается это конечно мне вот это все не близко вот например вот есть мутарство андрея такие да вот и казалось бы я сам в прошлом я же фотограф фэшн фотограф да и стилист причем успешности лист который чемпион многих конкурсов международных который выступал на сцене вел мастер-классы в столице да и который учил тоже других все и в этом да он показ это давно этим не занимать казалось бы мне наоборот все должно быть нарезка красочно-напускной я наоборот от этого уехал мне раз мытарство андрея мытарство любы такие есть мытарство клеопатры женщин так зовут интересно фильм галина царева в свое время еще понравилось до сих пор нравится мытарствах вот они конечно за православие там топят но ничего страшного очень полезные ролики и душеспасительные замечательные не нравятся простые ролики я никого не призываю превратиться в бомжей и вещать с помоек и так далее вот но я записываю чем я уже записываю не ниже не одно видео раз в 10 дней я записываю каждый день и я живу я очень много тружусь у меня очень простая жизнь он где я смог там записал сара еще сам идеальное место записывать коз пока нету а то козы постоянно мешают сейчас нам должны приехать сейчас я могу выходить нет это не они приехали пока но могу внезапно прерываться очень заходить в telegram пишите пишите здесь вот что я еще хочу сказать короче не люблю это лицемерно лживо напускной и так далее я видел высокомерных нищих я видел смиренных приличных ну людей в достатке так далее но не богатых но он таких вот это все поэтому знаете можно возгордить свет шариковой ручки давайте помолимся против всякой немощи против всякой болезни кстати не сказал кто не знает кто пойдет на канал ко мне пришло больше 5000 электронных писем со свидетельствами как люди исцелились от самых разных и неизлечимых заболеваний после коротенькой молитва веры во имя иисуса христа это молитва даром от молитвы бесплатно исцеляет господь эта молитва есть в каждом видео эта молитва есть каждом видео и эти люди получили исцеление бесплатно тот через три дня кто-то мгновенно получил чудотворение поэтому господь исцеляет я зачитываю некоторое небольшое количество свидетельств исцелений в каждом видео но не радуйтесь тому что бесы выходят и болезни уходят и тело селиться радость тому что именно ваши записаны в книге жизни вот вот если вы сегодня попросили исцеления вы сегодня исцелились а завтра к вам придут еще больше болезней и больше бесов если вы не исправите свой образ жизни свой образ мышления чума все возвращается часто у людей и некоторые говорят ты чё иисус исцелял раз и навсегда ага щас он сказал иди вот исцелился ты иди больше не греши чтобы с собой еще хуже чего не случилось давайте помолимся положить руку на больное место либо на голову и принимайте с верой если вами нет рядом человека за которому есть ведь что он будет исцелен для бога нету ни времени расстояния наше неверие наше сомнение ограничивать силу божья вот и все во что верить стоит будет верьте что сила божья действует на метр будет на метр в бейте что она бесконечно будет бесконечно вот такую мы имеем власть на почему животные они не имеют творческой творческого начала мы имеем творческого начала еще на творчество нужно не просто чтоб не было скучно а чтобы мы были сотвор со творцами с богом создателем вот мы можем творить и не надо ограничиваться с татуэтками там еще я про волшебство я про чудеса но хорошего волшебства божья добра светлая отец во имя иисуса христа благослови каждого человека кто присутствует кто смотрит этот ролик кто смотрит это видео во имя иисуса христа господь благослови этих людей отверни их от всякого зла от всякой нечистоты и всякого обольщения этого мира разрушив всякие установки всяких идолов которые вредят вредят им исцелиться и очистится и правильно мыслить соответствии с твоим словом и соответствии с твоей истиной во имя иисуса христа я приказу всякой болезни всякой немощи всякой инфекции всякой Всякой тьме уйти прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа я приказываю всякой лжи уйти прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа я изгоняю всякого нечистого духа. Прямо сейчас вы становитесь абсолютно чистыми, абсолютно свободными, и всякая боль уходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. С этой секундой вы полностью исцелены и полностью очищены именем Иисуса Христа. Ваше тело полностью исцелено и полностью свободно от любой болезни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за полное исцеление каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Это вот я своими словами. А так болезни и немощи просто можно изгонять. Уходи боль именем Иисуса Христа, но если вы христианин. Потому что некоторые волхвы, какие-то волхвователи, люди не христиане, хотели тоже, вот как раз в этой Евангелии написано, хотели тоже изгонять бесов именем Иисуса Христа, но у них-то власти нету, у них-то нет завета с Богом. У них-то не было этого устного завета духовного с Богом. Они-то не покаялись, не приняли Иисуса Христа, не проповедовали Евангелие, а просто хотели использовать имя Иисуса Христа. Так бесы говорят, мы Павла знаем, Иисуса знаем, а вы кто такие? И выгнали их с позором. Поэтому если кто-то не христианин, если кто-то не христианин, хочет изгонять бесов то вы рискуете забесноваться так вы просто будете опозорена вот вас из пуки использовать хотя да если кто-то просто хочется использовать проповедника у меня болит нога но если у вас и вас на потом нога прошла если вы просто хотите использовать вот так вот бога или проповедника ну вот вам не сдобровать поэтому советую вам покаяться вы знаете для чего нужны все эти исцеления для того чтобы у вас коленочек исцелился а для того чтобы это исцеление привело вас что вы поняли что это любовь божья и в первую очередь бы вы искали царствие небесное чтобы растопилось ваше черствое сердце которое по причине беззакония в нем в нем охладила любовь невозможно человеку возможно богу поэтому я проповедую вот так вот сара я сейчас занимался делами и сейчас буду заниматься поэтому пришел пока тепло пока светло вот пока тепло пока светло начал вот проповедовать сейчас секунду вот 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 Какое-то помещение. Вы что думаете, мне интересно, что обо мне люди будут думать, что ли? Я еще раз говорю, я же был в этом. Я же был, вы понимаете, я был в столице, я был стилистом. И чемпионом многих конкурсов. Представляете, откуда я? Вы что думаете, я не могу сделать контент красивый. Я не могу повлиять на людей. Я не знаю, как манипулировать людьми, что ли. Как их привлечь внимание. Но мне оно надо вообще. Я в этом покаялся. Мне вообще это не надо. Поэтому если я сегодня в чистой толстовке, я буду в чистой проповедить. Если я сейчас кидал там навоз, сено, то я прям в этом. Мне вообще все равно. Моя цель быть максимально естественным. Вот если сегодня у меня такое настроение проповедует, то я в таком буду. Быть максимально естественным. Это вообще очень ценно, на самом деле. Вы что, хотите, чтобы я был таким проповедником, который бы лыбился? У нас что здесь, голубой огонек? Я что, вам ведущий праздник? Вешу вам тамада? Если бы я был тамада, вас развлекать сюда пришел, тогда бы... Да, я пришел обличить, Дух Святой пришел обличить мир в грехе. Вообще вам, по большому счету, надо рассказывать. Я себе это говорю. Про рай поменьше надо рассказывать. Надо побольше рассказывать про ад. Какие будете последствия иметь после своего греха? Неверие, лицемерие – это тоже грех. Кому-то что-то указывать без спроса, и там еще что-то там. Это тоже грех. Дух Святой пришел обличить мир в грехе. Вот, многих обличило мое объявление по поводу канала. Многих обличили известия об исцелениях. Многих обличила моя одежда. Многих обличило, я подумал, смешные, смешные. Вообще, какие же вы смешные и ограниченные. Быстрее кайтесь, пока дьявол вас не пожрал окончательно. Какие же вы двуличные, какие же вы там лицемерные. Вот. И я таким был, не волнуйтесь. Я был таким двуличным, лицемерным, который хотел карьеру сделать в Москве. Но что-то пошло не так, да? Ну вот. Ну вот, здесь сделал карьеру в Москве, да? Как мне некоторые говорят, там, из Америки там писали, там, Дима, приезжай в Америку, ты так хорошо проповедуешь. Здесь ты откроешь свою, так сказать, церковь. Ну, я секту называю. И у тебя будет много там таких последователей. Ты можешь здесь такие крупные служения сделать. Вот у нас в Америке это позволяет. Карьеру, карьеру проповедника. Знаете, как карьеру проповедника? Быть убитым на площади. Какая карьера у христианина? Его должны оболгать. Его должны над ним надругаться. Записать его в сумасшедшие экстрасенсы. В кулдунов, в магов. В шизофреников. Наврать все про него. Заколоть медикаментами. И сказать, что он как будто попал в аварию. Вот. И вот такая карьера у христианина, да? А волков овечьей шкуре возвеличивать. Которые имеют, так сказать, долю из бесовского общака. Это доля и власть, и деньги, и финансы, и так далее. Вот. Понятно, да? Карьеру. Вы понимаете, когда вы меня зовете? Вот. Я живу, кстати, по воле Божьей. Я сюда никого не отвозил. Мне отвозить некого. Не на чем, вернее. И так далее. Вот такие простые разговоры. Вот. А они меня хотят сделать. Вот такого проповедника, телеведущего новостей, который всегда при макияже, всегда при свете. И обязательно нужно приятно выглядеть. Обязательно нужно угождать людям. Обязательно нужно рейтинги, рейтинги, рейтинги. Обязательно нужно, чтобы я заинтересовывался. Поднимал обязательно острые темы. У меня должны быть такие острые объявления. Сегодня пандемия. Только сегодня я вам расскажу, когда будет апокалипсис. Я назову число. Я расскажу вам, почему столько сейчас наводнений. И люди такие, да-да-да, когда это будет? Только сегодня. В 7 часов будет эфир. Вы сегодня спустится. Дух Святой только сегодня в 7 часов. И вы можете получить исцеление абсолютно бесплатно. Раки уходят. Хромы и восстают. Но это правда. Но вот это я делать так не буду. Так буду скромненько сидеть в сарайчике и так далее. Вы-то нас смотритесь у других. А у меня, вот вы видите каждый день, в чем ценность-то моего контента. Понимаете? В чем ценность моего контента? В том, что я, какое у меня сегодня есть настроение, и настроение о чем-то вот так рассказывать. Вы меня видите абсолютно естественным. Ну, в рамках. Вот. Какое есть у меня настроение? Такое есть. Я не буду вызывать у вас жалость. Я не буду вызывать у вас зависть. Или восхищение. Я не буду рассказывать о чем-то. Я проповедую Иисуса Христа. Вот. И благодаря этим рассказам тоже можно получить исцеление. Вот. Это я... Почему я это все рассказываю? Потому что вот это все, вот это вот укаждение людям, потому что это все на самом деле грех. Людей надо любить, а грех любить не надо. И поэтому я буду... Понимаете, почему надо мной нет никакого пастора, никакого батюшка, почему я не присоединяюсь к никакой секте, никакой группе. Там есть определенное направление, есть определенное учение. Я всегда буду проповедовать с оглядкой на какого-то пастора, на какого-то надсмотрщика, на какого-то там критика. А мне их мнение совершенно не интересно. А вдруг у меня сегодня, как говорится, Дух Святой поведет туда или туда. Вдруг я сегодня хочу рассказать про то, про то, про то. Вот. А мне там скажут, а вот так вот за умерших молиться нельзя, в нашем учении это не принято. А я скажу, а я хочу. А в другом мне скажут, говорит, молись перед иконами. А я скажу, а я не хочу. А другой скажет, есть только Егова, а Иисус вообще не Господь. Я скажу, а не, а у меня Господь. Вот. И я смотрю, говорю, а у меня только Евангелие, у меня это, моя истина. Я с Иисусом вот так вот разговариваю в тайной комнате. Он говорит, а нужен посредник для того, чтобы ты показывался. Я скажу, нет, это таинство. И я не буду с ними спорить. Мне не нужны надсмотрщики никакие. Я вообще никого мнения, никого не спрашиваю. Мне их не интересно. Вы знаете, что я приду к Богу один на один. И буду отвечать перед Ним один на один. И я не смогу. А Сергей Геннадьевич, пастор, мне сказал, что так можно. Ну вот, он уже пошел в ад, и ты за ним следом идти. Вот. И так далее. Это моя ответственность в моей проводе. Я отвечаю за них. Буду отвечать за них сам. Я не буду говорить, что... А батюшка Илья и благословил три шестерки. И еще кое-куда. Я же не буду так говорить. Вот. Понимаете, если я где-то ошибусь, я обязательно скажу об этом. Я покаюсь, я там еще что-то. Это, понимаете, еще раз говорю. То, что я говорю, это не истина в последней инстанции. Это мое мнение, мой блок, мое понимание. И поэтому я ничего не гарантирую. Поэтому я не беру ни с кого никаких денег и никаких гарантий. Это мой такой творческий духовный блок, который о спасении души, который... Это вот мое понимание. Вот. Мое такое понимание. Вот. Люди могут писать все, что угодно. Это мое понимание. Поэтому я не придерживаюсь никакой линии. Я никакой не харизмат. Я никакой не патидесятник, не протестант, не католик, не православный. Я просто верующий христианин. Вот. Они говорят, ты не в церкви. Понимаете, хватит своим ограниченным мышлением мне что-то говорить. У вас даже ума не хватает не делать мне советов. Вот. Зачем вы хотите быть посланы? Я еще раз говорю, кто хочет мне дать советы, вы будете посланы. Обратно. Вот и все. Вот. Вы что думаете? Какой характер у человека, который бросил все, который победил в страсти с Богом, который приехал в Москву, который живет по вере. Вы знаете вообще, что это за человек? Какой у него характер? Вы знаете, сколько на меня нападок физических, духовных? Вы знаете, сколько что-то такое держать свору разнополых собак. Вы понимаете, какой у человека характер? Вы причина совета давать, подумайте 10 раз. Вы все равно будете отправлены с тем, что есть. Я ни на кого не злюсь, просто я 20 лет работал с людьми. 20 лет я работал с людьми в сфере обслуживания. Я кого только не видел. Поэтому со своими манипуляциями вы просто смешны и смехотворны. И понятно, мне свои советы не надо раздавать. Не по поводу животных, не по поводу семьи, не по поводу детей и так далее. Меня можно критиковать, можно меня скритиковать, можно спросить, можно что-то там возмутиться, я обязательно отвечу, все. Можно меня просить и так далее. Но манипуляторов я сразу же вычисляю. Я сразу же вычисляю. И, кстати, я последний раз объявления все выставляю для того, чтобы люди видели. Может, кто-то себя со стороны увидит, может, кто-то хотел написать и так далее. Понимаете, я поэтому, конечно, я ожидаю в своем блоге добрых людей, добрых друзей, добрых христиан. Но заскакивают, бывает, и волки в овечьей шкуре, и книжники, и фарисеи заскакивают. Как всегда. Поэтому христианин должен быть дерзким. Дерзким. Он не людям должен дерзить. Он должен сказать, что это за бес и так далее. Поэтому, понимаете, дерзкий он должен быть. Творческий. Инициативный. Он не должен быть средненьким, тепленьким. Он должен быть холоден или горячий. Вот мы были холодны, а теперь мы горячие к Богу. Он был преступник-рецидивистом, а теперь он такой яро верующий. Вот такие мне нравятся тоже люди. Посмотрю, не приехали. Нет, пока не приехали. Надо выглядывать, смотреть. Ну, вот, в общем, сегодня вот такой видосик получился. Это очень важно. Это очень душеспасительная. И еще. У каждого своя судьба. Люди родились в разных районах, в разных кварталах. У разных родителей разного воспитания. Разный темперамент. Поэтому, как травы на земле, травы на земле растут, и береза уживается с шиповником, шиповник с травой, и елка уживается с какой-нибудь крапивой. И, казалось бы, все растения с друг другом уживаются, все для разного нужны, но все они хвалят Бога, и все они имеют жизнь, всех насадил Господь. Вот, поэтому, когда крапива начинает спорить, чтобы береза была крапивой, и так далее, это вообще странно. Это вообще человек очень ограничен. Вы понимаете, есть разные темпераменты у людей, разные темпераменты. Вот, но если кто-то, кому-то, что-то уже наступает ему на горло, начинает его учить, говорить, Ребят, даже Господь позволяет человеку по его воле идти в ад. Даже Господь позволяет человеку грешить. Он позволяет ему, сатанистам, делать свои сатанинские дела, потому что у них есть свободная воля. Конечно, понятно, если они не покаятся, какова их участь, они знают о последствиях, либо обманывают себя, они вот так вот. Но у них есть свободная воля, даже Господь не наступает в горло, сатанисты. Нет же такого, что он решил совершить грех, и тут же его молния рассекла. Но когда уж там совсем беспредел идет, вот у нас есть пример Содома Гамора. Ну, в общем, в итоге не успел я зачитать никакие свидетельства. Давайте парочку, троечку, пятерочку зачитаю. Присмотрите предыдущие видео. Сейчас телефон может разрядиться. Второй. Вот. Оп, все, разрядился. Ну, значит, не надо посмотреть предыдущие видео, я там читаю свидетельства. Их очень много, огромные, тысячи, каждый день приходят свидетельства. Каждый день приходят свидетельства исцелений. Все, если кто-то хочет благословить наш канал, ссылку на номер карты я оставлю в описании под этим видео и в комментариях. Это не плата за что-то, ведь мы ничем не торгуем, мы ничего не продаем. Всем мир, будьте благословены, пусть он Господь во много раз вас даст. Это я ни с кого не требую денег, как многие думают, это для поддержки канала. Кто хочет поддерживать, кто не хочет, тот не поддерживает, вообще не важно. Вот. Но поддержка важна. Вот. А кто не хочет, тот тоже молодец. Все. Аминь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...